Я не признаю себя виновным, не считаю себя организатором данных преступлений. Я считаю мобила сфорсифицированным и политическим, так как она основана на показаниях двух подозреваемых, которые были получены вначале под пытками, а сейчас они уже не могут отказаться. Им обещали маленькие сроки. Со мной тоже были пытки вначале. Я был задержан не 11 числа, а 10-го. И перед официальными допросами в здании СБУ Симферополя ко мне применялись пытки, избиения и унижения с целью получения показаний и показаний против руководства Майдана и Украины для их, чтобы они якобы были заказчиками преступлений. После моего отказа мне сказали, что я буду организатором этих преступлений в суде, и мне это рефицировано на более тяжкие стадии. Я хочу заявить, что я не планирую мыть окно в своей камере в Рефортово и курить на 6-м этаже с Рейсинского комитета и совершать любые другие действия суицидального характера, потому что угрозы по этому поводу не поступали. Также хочу заявить, что это не протест против попыток лишения гражданства Украины. Так, я был и есть гражданом Украины, остаюсь. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма в Российской Федерации, и любые договора, которые заключают ныне нелегативное правительство Крыма в Российской Федерации, считаю недействительными. Я не крепостной, я не взять предотвращение с землей гражданства. Никаких заявлений я не писал по уступлению российского гражданства и отказал от украинства. Я не питаю никаких иллюзий по поводу российской системы правосудия, поэтому приговор 20+, я готовлю.